все-таки немножко еще синего вы видите как я по-рабочему решаю вопрос то есть никакого пить это когда у нас холст затонирован нам не понадобится большого количества краски чтобы его преодолеть его белизну и мы просто упростим себе задачу облегчим но это не во всех случаях надо там где нужно наоборот густота окраски каких-то экспрессивных работах там этот номер не нужен а здесь нужен здесь у нас будет работать деликатная поэтому здесь нам это пригодится белильца разбавитель розовая немножечко намочу тройником кисть была в работе но поскольку она была в розовой то я и не стану ничего менять небольшого слоя хватило чтобы закрыть холст розовым цветом розовый цвет в этой картине лейтмотивный то есть он распространил распространился везде всюду присутствует так что с него уместно начать ультрамарин ультрамарин немножко с розовинкой мигательно не закрашивая равномерно а мигательно нанесем ультрамарин меру тона подберете цвет неба будет чуть темнее вот этот синий цвет синий розовый будет чуть темнее чем чем розовый свет свет светлее а небо чуть темнее и и вот оно почти в шахматном порядке мерцательно заходит отверх к линии горизонта более темный цвет все что находится принадлежит к земле вместе со снегом все несколько темнее чем цвет неба синий цвет именно потому что небо которое здесь синие вот здесь здесь она уже перемешана со свет здесь она синие и вот этот синий дает рефлексы на всю землю и снег воспринимает его особенно это рефлекс привыкаем к этому понятию есть понятие отблеска отражение а это рефлекс хотя части он сродни отблеску и отражению ближе к линии горизонта небо наполнится не только розовым цветом но и красным можно вместе с розовым а может быть даже вот этот розовенький задействовать тоже не выкрашивательно вот так разбрасывая цвет вот так разбрасывая цвет тонально они очень близки поэтому происходит мерцательная мерцательная подмешивание одного цвета к другому тонально близки то есть степень светлости близкая еще один важный элемент у нас появляется облака они проходят ровнюхонько посередине берем наш фиолетоватый оттенок подобных фотоматерируем и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чуть-чуть вот таких горизонтальных Горизонтальных Полосочек на воде, которые обозначат плоскость воды Так, по-моему, все Опять же напоминаю, что если кто-то из вас возьмет другой природный мотив Близкий к этому и сделает самостоятельную работу в этом ключе Конечно же, в рамках нашего института это будет очень, очень оценено Если у вас получится уместно все Желаю успеха